Всем привет, с вами Артур. Мы сегодня начинаем прохождение коллекционки Жак и Декстер. Хотя всегда я говорил Джек, потому что, ну, Жак звучит очень плохо. Ну ладно, в любом случае, проходить мы её будем, ну не знаю, спешно-неспешно, но я её очень прохожу быстро, так как очень хорошо знаю, проходил не раз, то есть игра замечательная. Проходил я её на PlayStation 2, это переиздание HD на PlayStation 3, так что, ну я не знаю, всегда когда в неё играл, у меня было желание записать прохождение на неё на все три части, кроме этот Джек, Жак, Икс, которые типа гоночки, потому что гоночки меня вообще не порадовали. Ну ещё была одна на PSP игра, я даже не помню её, возможно я в неё играл, возможно нет, уже совсем забылось, потому что, ну я не очень много играл в PSP, ну конечно играл, но так, вообще надо будет купить, можно носить её куда угодно и спокойно играть. Хотя я не люблю играть уже не на запись, не знаю почему, отвык на самом деле, потому что на запись очень много времени занимает, и если бы я ещё бы играл для себя, это было бы совсем ужасно. Ладно, давайте начнём, я уже настроил звук, то-сё, не знаю как в начальном меню звук тут, потому что он тут не настраиваемый, и возможно только когда мы зайдём в одну из трёх частей, только так мы сможем, ну, настраивать звук. Но в первой я настроил звук, случайно прошёл 6% игры за минут 20, так что, ну, она не такая уж и длинная, но достаточно интересная. Ладно, пока тут долго загрузки идут, всякие диалоги, плюс у меня была проблема с записью игры, когда я, ну, настраивал звук и то-сё, когда ещё те 6% прошёл, в один момент наступил out of range, я ждал-ждал, перезапускал этот овермедиу, но в целом всё заработало через минуты-две, но кусочек заставки слетел, и это мне не понравилось, потому что я не знаю, как доставать заставки, если вдруг такое произойдёт ещё раз. Не, ну, как бы вы будете видеть картинку out of range и звук слышать, но я, конечно, могу там покомментировать невидимую картинку, но, как видите, вот, имеется уже 6% просто за собирательство тут много дают, и поэтому... А я собирал, как помню, в первой части всё на 100%, то есть там надо собирать яйца, их очень много, 20 тысяч. И почему они умерли? Я спросил, но они не помним. Они спросили, но они не помним. Они спросили, но они не помним. И даже они не помним. Отплаты? Мне скажут, что ответы остаются на заданиях молодых детей. Возвращение к расширям, не интересовался в追求 тупую верность, и поддерживающих моих ep理ungen. И почему он хочет слушать старый Симус Симус, в любом случае? Я только один из самых умных людей на планете. Так что, в результате начинается не с внимательным исследованием, или сенсорным думанием. Най! Как и с многими мистрами, начинается с только маленьким действием. Эй! А, Jack? Олд Гринстуф сказал нас не прийти. Продолжение следует... ...вот оборудовании, артифактов и эко. Если жители посетят председательства, вы знаете, что делать. Редактор с любыми людьми, кто страдает от города. Мы сражаемся в душе. Что делаем здесь, в любом случае? Эта место мне дает мучение! Ах! Ну, какой же прескут? Их! Что это? Это. Лучная тема. Параллельная пустофи. Где они пошли? Почему они пошли? Я не люблю преследовательные амбитарные амбитары, но если вы спросите мне, они должны быть реально лошадь! Как это ты делаешь? Я думаю, что мы в трубу! Аааааааааа! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну замечательно, хотя бы Out of Range не произошел DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну не знаю, в целом оригинально DimaTorzok Так, Music Volume на 50 поставим, потому что на... Чисто так, чтобы слышать на фоне И спич на 70, потому что я не знаю Не хочу крутить в микрофоне всю эту херню, как есть Вот так, я думаю, самое оно Есть маленький минус, что даже нету субтитров на русском Например, в третьей части субтитры на русском были Ну во всяком случае, в той версии, в которую я играл, хотя я ее покупал за границей И там вообще только эти 6 языков распространены Английский, французский, испанский, португальский, еще какой-то, не помню Данский, возможно Ну что-то такое И в целом... Ну приходилось играть на английском, но это хорошо Вот эти яйца, которые 20 тысяч всего в игре Скажу честно, хорошо тем, что каким-то образом непостижимым, даже без субтитров и всякого этого Язык учится, то есть Играя в такие игрушки на английском, можно неплохо подучить английский И плюс это более весело, чем по учебнику Конечно, менее... Менее умно, но более интересно А что главное в обучении? Завлечения и... И всякое остальное Ну тем не менее... Так, сохранение, да Тем не менее... Вот этих... Пауэрселфов, которые... Типа... Батарейки Их в игре всего 100 штук И если собрать 100 штук... Я не помню, надо ли еще яйца Возможно только пауэрселфы эти нужны 100 штук И тогда можно... Ну тут-то удобно, это всего лишь тренировка То есть тут 7 ящиков сразу в одном месте Их собираете, тоже дают эту батарейку Ну так в общем Так, сейчас мысль поймаю 100 штук собираете В конце есть дверь В этой части То есть как бы если вы проходите игру Там будет последний босс, вся херня После этого, если вы еще... Ну как бы идут эти титры Что игра закончена Вы их выжидаете И игра продолжается Что вы типа можете гулять по локациям Собирать то, что не собрали И есть дверь, которую можно открыть Этими стами батарейками В целом Ничего особого за этой дверью нету Это как... Ну в третьем, во втором спайра Вы помните, тоже были такие похожие двери Порталы Там хоть были какие-то то игры, то еще что-то Но там вообще ничего нету Просто это... Такая завлекалочка Чтобы все собрать Чтобы узнать, что же за этой дверью Но когда вы узнаете, что за этой дверью Вы понимаете, что ничего за этой дверью Но все равно игра такая, что тебе Приятно все это собирать Исследовать То есть Даже яйца Но яйца в меньшей степени А вот Power Self Они там С разными заданиями связаны То есть бывает Что Очень уж интересно Ну и за яйца, конечно же Это будет в будущем Нужно будет покупать всякие проходы И так далее То есть Копить их все же стоит Но когда у вас будет уже Больше Ну не знаю Пары тысяч Уже не стоит копить Потому что На все уже хватит И так Игра на самом деле Так инстинктивно Понятно То есть Например Вот эта тренировка Даже вот что на фоне говорят Это совершенно неважно И так можно увидеть Что делает Та или иная вещь И все Сейчас они говорят Что типа вот эта херня Заряжает тебя полностью Вот эта синяя Справа Херня И Это открывает всякие двери Активирует разные механизмы Этих древних Ну и в целом На этом завязана Большая часть Геймплея В первой части Ну и кстати Игра От Опять же Nuddy Dog Которая Uncharted Last of Us Еще что-то там было Я не помню уже что Ну само собой Crash Bandicoot В общем все эксклюзивно На PlayStation 3 Даже такой маленький спойлер С каждой Новой частью Ну Типа второй Третий Появляются всякие Нововведения То есть если Здесь мы просто бегаем Это как Ну такая аркадка Знаете Попрыгать Побегать Ну вот 53 собрали Ой Не упал Заболтался Ну и наверное Все PowerSelf И собрал тут Еще забавно Что этот Друг его Я не помню Белка Не белка Вряд ли белка Но тем не менее Там будет потом Отсылка Что это вид Древних То есть Ну Все не так просто Тут очень такой Запутанный сюжет В первой части Он непонятен Но потом Чем дальше Тем понятнее Третий Третий Ну, я вообще был отвлечён, так что я особо не слышал, что он там сказал, но... В целом, ничего, кроме того, что мы можем помогать горожанам и за это получать пауэрселфы, там ещё что-то было помочь ему активировать одну штуку, которая там будет по пути, в общем, её пропустить невозможно, и то, что мы выметались, это и так понятно. Игра, можно сказать, такой открытый мир, но... Если сравнить с второй частью, где даже имеется свой город, и это больше похоже уже на GTA, на самом деле. Так, ну, в общем, можем пообщаться, но смысла в этом нет. Диалоги забавные, во всяком случае. Руле номер один, я не датю животных. Ах, ты не знаешь, что ты не мисляешься. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, в общем-то, в Temple самое... Правильное идти в начале, потому что, если мы пойдём на пляж, там будет место, где нужно будет... Ой-ой-ой, сейчас меня сожрут. Ну, может быть, и нет. Самое будет сложное... Самое будет сложное для меня, это найти вот эти вот красные клетки. Потому что их... Не так уж и просто найти. Ну, а так... Я примерно что-то помню, у меня память хорошая на эти все игры. Вот, это вот путь на пляж. Пока мы туда не пойдём. Можно по деревне пока погулять. В общем, набрать квестов у горожан. В общем-то, их не обязательно набирать, то есть они и так будут активны. Но, чтобы что-то знать... Я-то это знаю, а вы-то не знаете, возможно. Поэтому я буду с ними общаться. Ну, что-то... Какой садик. Так, ну вкратце, он потерял свою музу. Муза на том острове, на тот остров мы пока не можем попасть, потому что у нас нет лодки. Лодку мы получим у рыбака, когда выполним его задание. И в целом, муза это такая херня, похожая на кота. Надо будет бегать за ней, и мы ее поймаем, отдадим, получим пауэрселф. Этот, по-моему, просто пауэрселлы продает. Еще ему надо активировать эту херню. Расскажи, что произошло. Ты платил пауэрселла? Да. Ох, ты смеешься! Сейчас, смотри, если вы двух уничтожите эко-бим, я тебе даю пауэрселла. Ох, и еще одна вещь. Если, по какой-то возможности, ты интересен в получении моего реэлекционного кампании, я может быть уверен, что с другой пауэрселл. Минимума получения, ой, очень honest, 90 Прикорсорорбс. Ну да, это не яйца, это Прикорсорорбс, но, короче, сколько он там сказал? 90? 90? Или 80? Я не помню. В общем. Вон, кстати, лодка рыбака, но рыбака тут нету, поэтому его нужно найти. И поэтому, немножко гемора, но это все будет там же, где мы активируем это электричество, чертова. Ты можешь ходить туда? Ну, привет, мой дорогой. Ты меня неудачный момент. Я хотел бы начать на мою путешествие вчера, но я, кажется, был один пауэрселл от старого Прикорсора Орбса. Я бы предупреждал мою слово, что я имел 90 из них. Но я думаю, что твой молодой друг, знаешь, маленький, нанесенный, милый, злобный, может быть, просто пилфилил им в виду, как будто бы, 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 как будто бы. В общем, ты бы был очень рад, чтобы поздравил вашего старого милого прикорса, 90 Прикорсорорбс, чтобы он мог подойти туда? Я бы предложил тебе повернуть в поведение. Короче, многие горожане их продают тупо Ну, нам-то это проще, хотя пока у нас яиц мало, всё это не проще Так, по-моему, мы со всеми практически поговорили Вот ещё тут тётка, там будет один дядька, и всё, в этом городе это все персонажи Субтитры сделал D. Здравствуйте! Ты не видишь так хорошо, девушка! О, извините, я думал, что ты был споттенцем-оранжевым ранен. Вы знаете, вчера я видел какие-то взрослые кратуры в патрухе Так, сейчас я, в общем-то, по большей степени в поисках этих клеток красных, а не где-то все в этом, все в этой деревеньке, и пропустить бы их не хотелось. Есть маленькая проблема, то есть если я делаю стиком вперед-назад, это не подымает и не опускает камеру, то есть немножко это, конечно, печально. Но в целом жить можно. Но этому надо просто загнать этих мулов, быков, в загон, и он даст нам... А вот и клетка. Ну, еще два, в общем-то, я где-то прошляпил парочку. Но это не страшно, ладно уж. Чтоб я помнил... А, не-не-не, стой, 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 стой. Загон. Та-там. Все, один есть. Кажется, что игра, возможно, не очень, поскольку я бегаю и загоняю в загон рогатых мулов. Но на самом деле, это очень классная игра. Так, последний. Вообще жестокое обращение с животными, когда они и сами бегут, а ты все равно лупишь до последнего. Все? Я, в общем-то, ах, ты ублюдок. В прыжке иногда происходит удар. Вон, кстати, еще одна клетка. С этими, не знаю, светлячками, не светлячками. Ну, все. Просто я, ну... Спасибо за... Ачивку. Просто я так подумал, что, ну, как бы... Вторая и третья части, они более такие серьезные и интересные на самом деле, но... Так, сюда мы все равно пока не можем пойти, но я просто яички соберу и назад пойду. Потому что тут еще не активно. Это как бы путь дальше, в следующую локацию, а мы... Пока туда не можем отправиться. Ну, так вот, ээээ... Мог, конечно, начать сразу со второй и третьей части. Но... Тогда немножко будет непонятен... Сюжет второй и третий. Не, ну, конечно, он будет понятен, там есть... В общем, все соединено, если проходить... Так, а вон... Одна клетка, вторая клетка, и вон та статуя, она продает эти пауэрсалы тоже, по-моему. Я не знаю, за сколько, но точно продает. Сейчас мы туда заберемся и попробуем. Я извиняюсь, что у меня постоянно мысли, то уходят в рассказы о игре, то возвращаются к тому, что тут к чему. То есть, что-что продает, кто-что... Кто-что дает, где что взять. Стараюсь затронуть сразу все темы. Ну да, конечно. Ладно, тут перекатиком лучше всего передвигаться, похоже. Ну вот, замечательно. В деревне все клетки собрали, да и яйца, наверное, почти все. Поехали! Вы найдете все пауэрсалы и его... Кто восстанавливает ораку? Погоди, один из вас есть светлый внутри. От предыдущего времени, я смотрел и ждал, чтобы вернуться к настоящему герою. Позвольте мне 120 Прекурсор орбов для каждого тела я принадлежу. Это может быть Прекурсор ораку, как Сейджа всегда идет о том. Я надеюсь, что они не были так пауэрсовы в личности. Ну, короче, за 240 яичек купим у него сразу два орба. Нет, Пауэрселфа. Так, тут... Тут ХЗ что? Не помню. А, все, вспомнил. А, ну и вот у нас 50 яиц. Ну и вот у нас следующая локация. Ее мы будем проходить в следующей части. Как раз с тренировкой начальной локации, можно сказать, закончили за эту часть. Ну, а в всяком случае, все, что там можно было, собрали, помимо пауэрселфов, которые у горожан остались. Но это надо выполнять в этих всех локациях заданий. Тогда мы тоже их все заполучим. В общем, надеюсь, это прохождение будет хорошим. И продолжим в следующей части. С вами был Артур. Увидимся. Всем пока. Кстати, по поводу прохождения, видите, уже 6%. Хотя я почти ничего еще и не сделал. Но тут много, в общем-то, уровней, так что... Ну, хотя показано пока мало, потому что мы еще не были ни в каких локациях. В общем, увидимся. Всем пока. Еще раз. Продолжение следует...